вот еще раз добрый вечер всем и начнем просто краткого такого как обычно обзора недели тем более неделя была такой достаточно динамичной рынок как мы видели он маршировал вперед но маршировал очень интересно именно вот такими своеобразными шагами практически каждый день открываясь на понижение иногда довольно резком падая до линии поддержки тренда и тут же отскакивая от линии поддержки подымаясь до новых высот пока он не добрался до очень очень важной точки в которой ну как бы ему просто но нельзя было не остановиться чтобы передохнуть так сказать вздохнуть выпустить может быть и пары и дальше посмотреть куда ему дальше идти пожалуй что было самое интересное на мой взгляд то что и как и на предыдущей неделе рынок совсем не подымался на хороших новостях но тем не менее удерживал вот эту линию тренда и это очень важный момент я думаю что первый момент говорит о том что на рынке еще несмотря на его очень высокую такую такую бычью сильную бычью атмосферу на рынке еще существует достаточно много людей которые пытаются продавать на любом подъеме на любых хороших новостях и вот как количество таких медвежьи настроенных трейдеров уменьшится рынок может вновь взлететь вверх но пока он остановился на вот на такой очень важной точке мы сейчас ее увидим и проанализируем и от того как рынок поведет себя дальше просто будет очень многое зависеть причем не на такую краткосрочную перспективу а именно на перспективу долгосрочную вот но пожалуй что что очень важно отметить на этой неделе большинство по крайней мере экономических данных которые были опубликованы были были так сказать вот очень хорошими показа все производства все вернее показатели производства показывали рост некоторые снижения в торговле вполне возможно связано с тем что предыдущие данные были скажем так слишком хорошие предпраздничные праздничная неделя показала рост торговли что не было совсем не удивительно вот а естественно после этого спад в торговле вещь достаточно закономерная но что может быть и стоит обратить внимание это на данные по индексу цен которые были опубликованы одновременно с валовым национальным продуктом в нп вырос хотя и не так сильно как все предсказывали но эта цифра корректируется каждый месяц до публикации следующего квартального результата поэтому какой будет конечный результат мы пока можем только гадать но вот резкое снижение индекса цен говорит о так сказать двух вещах ну во первых о том что в экономике вот ощущается это давление на цены связано очевидно с тем что какой-то такой под пока незаметный найдет снижение спроса снижают цены только тогда когда просто снижается спрос и нужно продать то что уже произведено хоть за какую-то цену с другой стороны вот снижение цен показывает то что у у скажем так у печатного станка федерального печатного станка есть достаточно такая большая возможность продолжать печатать деньги не боясь что это приведет какому-то всплеску инфляции и если первый вот момент он для рынка скажем так не очень хорош но больше плохо для экономики чем для самого рынка то вот второй момент возможность продолжать печатать деньги для рынка как раз показатель положительной обратите внимание на то что опережающие индикаторы причем как-то скажем частные вот то что мы видим на этом графике и здесь мы видели опубликованный опережающий индикатор индекс так его кстати я он был на предыдущей помни деле у нас опубликован они показывают рост то есть не исключено что рынок прошел к вере экономика прошла вот ту фазу тот минимум который был то сказать балансировал на грани попадания в новую волну рецессии вот но пока пока этот индекс остается отрицательным то есть мы говорим не о том что падение остановилось и начался рост мы говорим о том что падение сказать замедлилось и она продолжает продолжается снижение экономики но темпы его просто существенно замедлились мы видим что было ниже минус 10 скорость снижения вот опережающих индикаторов теперь скорость снижения индикаторов сократилась до минус шесть с половиной но если мы посмотрим как бы на косвенные экономические индикаторы которые говорят о состоянии мировые перевозки мы видим что продолжается снижение причем приближается к минимуму который был достигнут в конце восьмого года когда фактически был самый такой пик рецессии и если мы взглянем что происходило с деньгами на рынке видим что федеральный резерв приостановил немножко операции по покупке акций то есть рынок как бы сбалансирован но этот бюджет федерального резерва точнее его не бюджета вот та его так сказать часть которая которой отражены купленные акции в общем-то как-то она остановилась на уровне максимума который был достигнут в декабре когда рынок начинал просто обваливаться и нужно было его каким-то образом вот остановить и дать толчок по возможности толчок так сказать в рост вот мы видим что баланс федерального резерва остановился примерно на том же максимум который был достигнут в декабре если вы обратили внимание на то что сказал по поводу операции с акциями в своем интервью бен бернанке он подчеркнул что программы по выкупу акций будут так и продолжаться и он будет продолжать удерживать вот баланс с небольшим ростом то есть скорее всего когда рынок будет успешно расти они будут понемножку продавать но стоит рынку пасть как будет вот покупка ценных бумаг будет опережать опережать их продажу вот но сейчас посмотрим что происходило с основными индексами и куда они направляются так я прошу прощения давайте сейчас сделаем так каким-то образом у меня исчезли здесь все графики индексов они загружаются довольно быстро я буду по одному их загружать и сразу будем комментировать пока один загружается будем ну вот начнем с сказать в каком-то смысле опережающего графика это график полупроводникового индекса обратите внимание что он уже доходит до попал в зону перекупленности но не подает явных признаков разворота то что мы видим пересечении медвежье пересечение на магде мы просто можем в качестве налоги от я привел этот период когда индекс интенсивно рос во второй половине прошлого года или уже позапрошлого года этот период может продолжаться еще несколько месяцев то есть вот эти пересечения которые мы можем видеть на на графике не являются однозначным таким признаком того что индекс остановится и самое главное нужно следить как он будет вести себя вот возле этой линии поддержки тренда пока как я подчеркиваю явных признаков разворота нет и мы можем предположить что индекс может продолжить рост до достижения следующего достижения верхней границы верхней полосы боллинджера из таких наиболее вероятных точек где индекс может остановиться это прежде всего вот эта линия сопротивления вот этого нового восходящего тренда обратите внимание nasdaq nasdaq приблизился и к линии сопротивления вот этого долгосрочного тренда вот эта красная линия он перекуплен пожалуй даже сильнее чем полупроводниковый индекс и он приблизился к краткосрочной такой точке остановки если мы вот рассмотрим этот симметричный треугольник вот его верхняя граница черной линии отмечена то его прорыв приводит нас вот примерно в эту точку отмеченную красной стрелкой то есть мы можем ожидать в этой области какой-то коррекции nasdaq с тем что она придет вот в этой точке будет тестировать в очередной раз линию прорыва давайте продолжим загружать следующие графики чем вот этот сайт хорош почему не хочется от него отказываться хотя они в последнее время стали ограничивать количество людей которые могут подключаться к сайту бесплатно это то что графики все-таки загружаются очень быстро обратите внимание на индекс компании малой капитализации вот он начинает подавать так сказать сигналы которые могут быть признаком разворота в отличие скажем от nasdaq и полупроводникового индекса он формирует двойное расхождение хотя рост явно еще не закончился точка в которой рост может остановиться по крайней и начаться определенной коррекции вот мы видим синие штриховые линии показывают такую ценовую цель при пробое симметричного треугольника и это . находится вот примерно здесь сюда же мы видим попадает период фибоначчи и уровень фибоначчи проходит вблизи этой точки то есть мы можем ожидать и остановки роста в этой точке какой-то коррекции транспортный индекс обратите внимание что он рос в пятницу быстрее остальных и у него есть шанс так сказать продолжить продолжить рост он перекуплен меньше всех остальных и если мы посмотрим на стахастики вот они как раз показывают на хотя он остается в перекупленности они показывают что в этой области перекупленности у него еще есть и большой так сказать запас роста обратите внимание что и у транспортного индекса сейчас все индексы идут достаточно симметрично и граница или период где возможность и так сказать сильное колебание и возможно какие-то изменения направления движения рынка это те же числа это вот конец 2 начало третьей недели февраля кстати этот период совпадает с периодом окончания сезона отчетов и когда по сути дела трейдером скрым так не на что будет надеяться я щас кстати вот покажу и линию где можно ожидать некой вот остановки она проходит пожалуй ну вот мы можем вот так и наверное провести и обратите внимание что эта линия вот может совпасть вот с уровнем предыдущего максимума и в этой точке мы можем увидеть формирование вот такого большого многомесячного медвежьего клина и если в этот к этому моменту сформируется отрицательное расхождение вот мы можем в этой точке предположить что произойдет какая-то коррекция в целом мы увидим где может закончиться такой долгосрочный рост но всякий рост он сопровождается вот такими коррекциями и вот эта точка в которой мы можем ожидать и начала коррекции доу джонс обратите внимание как он растет я здесь показал таска более такой длинный период доу джонс рос вот в таком коридоре сформировал широкий многомесячный коридор обратите внимание что как бы начинает новую фазу роста от нижней границы коридора и достиг пока примерно середина этого коридора но останавливается на уровне вот это уровень фибоначчи построены для коридора не горизонтальный а вот такой восходящий уровень фибоначчи обратите внимание что здесь она приближается вернее фактически приблизился к вот этой границы и здесь доу джонс может начать коррекцию обратите внимание что если произойдет действительно снижение в этой точке то мы получаем отрицательное расхождение что в общем то говорит о том что коррекция может быть скажем так достаточно серьезной вполне возможно что коррекция может закончиться где-то вот давайте отметим так эту точку или эту область вот где-то в районе скажем в районе вот этой линии сопротивления это вернее эта линия поддержки она может стать и как бы либо она была линией сопротивления была пробита и на ней может остановиться коррекция для доу джонс мы можем также обратить внимание вот на что что в принципе доу джонс сейчас остановился на линии пересечения сразу нескольких линий вот если мы обратим внимание вот примерно здесь вообще пробил ее но можно сказать что здесь она как бы не тронутая или будет работать как как неизбежно вернется к этой линии пробитой она не так уж далеко он ушел от нее и мы можем ее рассматривать по-прежнему как линию сопротивления здесь некобы несколько линий сопротивления пересеклось и поэтому эта область в целом вот является к потенциальной областью коррекции но если мы рассмотрим сейчас более детально более пристально на основе графика стандарт энд пор мы увидим а вот более четко все эти точки в которой рынок просто обязан был остановиться а этот график просто более информативный потому что в отличие от доу джонс который рассматривает 30 акций здесь рассматривается 500 акций более отскопредставительный большую больше информации дает что о рынке в целом а вот я понимаю почему мы графики не видели они почему-то перескочили вот в эту область так тут у нас просто сайтом какая-то накладка получилась вот значит мы сейчас рассмотрим все это более детально на основе стандарт энд пор и обратите внимание вот на что вот этот много летний фактически уровень который это линия сопротивления многолетняя которая соединяет максимум восьмого года и вот маг последний максимум который был достигнут в начале прошлого года она очень важная для рынка потому что фактически можно сказать что здесь формируется или может формироваться вот такой многолетний треугольник обратите внимание что месячный график достигает намеченный граф просто это гораздо лучше видно достигает этого уровня и откатывается это очень очень важный момент сможет ли пробить график эту линию сопротивления потому что выше него практически такого трендового сопротивления больше нет и график может перейти в такой много месячный рост но пока у нас остается как бы достаточно еще много времени для рынка и вот эти несколько дней это могут быть днями сильных потрясений пока мы обратим внимание что средние линии 13-месячная обычные восьмимесячные экспоненциально по-прежнему находятся в зоне в медвежьей зоне и пока не произошел так сказать возврат экспоненциально не поднялась надо снова надо обычной средней мы должны предполагать что рынок вот то находится в такой переломной хрупкой ситуации когда от месячной графики показывают на то что находится вот на грани этой медвежьей зоны на недельном графике я попытался еще раз показать куда примерно может попасть рынок если мы будем рассматривать его таскать тенденцию с точки зрения вот пробоя симметричного треугольника обратите внимание вот треугольник который верхняя его граница красная а синие зеленая граница то есть нижняя граница его пробой вот произошел как раз в начале января вот и и таскать по теории пробоя симметричного треугольника он должен был попасть вот в эту остановиться в этой области примерно значит середина августа и достичь ну практически максимума который был достигнут в восьмом году кроме этого мы увидим это на более детальных дневных графиках формировался такой краткосрочный более краткосрочный симметричный треугольник который также был пробит и мы увидим где точка остановки этого тренда который вот был задан пробоем того симметричного треугольника потому что эта точка как раз очень очень близко обратите внимание вот на этом графике как выглядит тенденция ну во-первых мы все-таки видим что пробита эта красная линия пробита линия нисходящего тренда и вот этот отмеченный черными штриховыми линиями канал также был пробит индекс доходит вот та линия многолетняя тренда который мы говорили индекс останавливается на ней и формирует свечу которая говорит о том что рынок находится как бы на перепутье он не знает куда ему сейчас пойти тут как бы силы быков и медведей равны но вот вообще говоря обычно такая свеча является признаком остановки роста то есть мы можем ожидать в этой области начала коррекции вот обратите внимание на аналогичную ситуацию которая была когда кстати индекс подошел к той же самой линии сопротивления вот в июле прежде чем произошла сильная коррекция мы видим что рынок продолжал колебаться около вот этой линии сопротивления мы можем предположить что и в ближайшие недели мы увидим вот такое же колебание возле этой линии и самое главное как рынок поведет себя дальше сможет ли он пробить эту линию тренда или нет пока так сказать предыдущие графики в общем то говорят о том что он скажем так должен ее пробить потому что фактически произошел пробой вот такого многолетнего симметричного треугольника но не будем так сказать решать за рынок он сам решит куда ему дальше идти давайте рассмотрим дневной график вот на дневном графике как я говорил формировался вот я просто сейчас его нарисую чтобы это было лучше видно о чем я говорю вот мы видели восходящий тренд который опускается на какой-то и начинается формирование треугольника скажем так по теории чтобы определить до какой цены индекс может подняться примерно вот высота этого треугольника вот эта линия я здесь переместить наверное не могу сейчас проверим нет могу и примерно вот здесь произошел пробой вот то есть вот примерно до такого уровня рынок может подняться и это будет его так сказать краткосрочная были ближайшая цель как мы видим она не так уж далеко находится я бы сделал может быть некоторую коррекцию на на чтобы быть более таким консервативным уменьшил бы эту цель ценовую но самое главное мы видим что рынок с точки зрения вот модели пробития симметричных треугольников он на эту так сказать цель еще не достиг мы можем увидеть и другой симметричный треугольник я его нарисую сейчас просто другим цветом так давайте это удалю чтобы нам все не мешало я вам нарисую сейчас какого у нас цвета нет нарисую зеленым вот смотрите у нас был снова здесь рост снижение и начало формирования другого здесь тоже формируется симметричный треугольник и пробой симметричного треугольника это вот эта вот область вот здесь мы видим фактически достигает своего максимума может даже он уже его достиг немножко поднялся выше так сейчас еще раз эту линию нарисую вот примерно вот здесь у него должен был быть максимум очень если конечно это грубо рисовать потому что нет однозначной скажем так теории которые что должна быть вот есть теории которые говорят что не от этой точки которая более консервативно так сказать нарисовала вот отсюда примерно должен происходить и здесь он как раз попадает в эту точку примерно то есть грубо говоря индекс сейчас находится на вот такой ближайший достиг ближайшей ценовой цели в этой точке как я уже говорил это дополнительное подтверждение мы можем ожидать определенной коррекции скорее всего в результате этой коррекции сформируется еще один теперь уже более мелкий симметричный треугольник который пробой которого приведет нас к достижению вот как бы той следующей цели которую мы видели что где-то в середине февраля может быть достигнута вот ну этот график также дневной просто хотел показать во первых все потенциальные ценовые коридоры дневные которые могут быть сформирование формируются и которые верхняя граница которых может быть достигнута в случае если я вот то если хочу подчеркнуть такими выделить жирными буквами что вот в этой точке будет пробита вот эта красная многолетняя линия сопротивления пока скажем так пока сценарий который мы можем предположить это консолидация вблизи этой точки возможные дни так сказать колебания роста и снижения и как результат вот этой консолидации мы могли бы ожидать определенного в результате консолидации толчка и снова попытки очередной пробоя этой линии еще раз здесь мы хорошо видим вот тот симметричный треугольник который формировался в результате или как завершение вот этой тенденции этого тренда который вот был так вот грубо говоря вот он этот тренд который мы видели вот так и вот сейчас формируется и формировался вот этот вот симметричный треугольник вот но что показывают дневные графики как внутри дневные как они показывают куда рынок может пойти я во-первых еще раз хочу подчеркнуть рынок особенно когда достигает вот таких точек в которых мы можем ожидать разворота коррекции начинает совершать довольно сильные колебания в пределах ценовых коридоров поэтому если вы хотите торговать именно на вот этих паре перепадах начинайте торговый день с того что вот строите такие коридоры обратите внимание вот достаточно нам провести скажем линию через два ближайших максимума и приходим в точку где рынок должен остановиться в росте мы проводим линию через два ближайших минимума и определяем точку где рынок остановится в случае снижения в таких точках мы всегда можем вот принимать и первым в таких точках мы должны посмотреть что происходит с другими индикаторами и на основании этого допустим дошел рынок вот до этой точки в случае роста индикаторы показывают сильную перекупленность стопроцентная вероятность что индекс развернется и начнет снижаться обратите внимание он снизился сейчас как бы до вот такой пограничной если так можно сказать зоны индекс относительной силы его находится на границе но стахастики по-прежнему остаются в зоне роста все стахастики все таки относительно медленный индикатор его остаются в зоне роста а гистограмма магди в общем то хотя она отрицательная но она пока показывает на рост то есть мы можем в этой области наблюдать увидеть определенную консолидацию с возможным продолжением возвратом к росту до вот той границы о которой я только что говорил вот график каренко мы видим это еще и на 10 минутном графике очень четко показывает этот ценовой коридор в котором колеблется индекс обратите внимание на этот широкий коридор который был сформирован неизбежно на определенном этапе коррекция должна привести к нижней границе этого коридора но пока мы видим что рынок достигает середины этого коридора разворачивается и пока подает вот мы видим сигналы к тому что он может начать или по крайней мере перейти в рост мы видим что он остается по-прежнему в зоне роста и в самом конце дня произошел вот разворот на всех стахастиках мы видим это пересечение 30 минутный график 30 минутный график также показывает как а нет я здесь 60 минутный график на котором я вот выделил именно такие долгосрочные коридоры в целом обратите внимание вот на формирующиеся сужение коридоров сужение коридоров ведет к тому что рано или поздно произойдет определенный скачок я бы еще следил вот за чем вот где будет следующий максимум можно предположить что рынок куда-то поднимется и где будет максимум новый максимум будет означать что индекс находится продолжает свой рост вот до той следующей точке о которой мы говорили если этот максимум окажется меньше вот этого максимума который был достигнут в четверг возможно мы уже присутствуем так сказать в зоне коррекции но пока вот мы видим где проходит какой коридор проходит между этими минимумами и вот вот этими максимумами в этом коридоре индекс может начать колебаться в ближайшие дни тридцатиминутный график он как раз вот показывает во первых еще раз мы очень четко видим как можно торговать внутри ценовых коридоров вот вот эта точка как раз та точка где было пересечение нескольких сразу линий сопротивления и видим насколько высоко подскакивали все индикаторы указывающие на перекупленность в этой то есть в этой точке просто логично было выходить из закрывать длинные позиции и мы видим как он четко останавливается на линии поддержки вот проведенной через два предыдущих минимума в этой же области мы видим на эту же область попадают и периоды фибоначчи то есть просто то что нам говорило что вот здесь можно закрывать короткие позиции по крайней мере остановиться посмотреть что будет происходить дальше но вот что интересно он завершает коррекцию или по крайней мере останавливается на вот одной трети от максимума и минимума это скажем так неполноценная коррекция которая может говорить нам о том что рынок еще раз попытается опуститься и достичь достичь вот этой линии поддержки новой обратите внимание на пересечении вот в этой области нескольких линий поддержки ну во первых линия поддержки которая вот эти две линии поддержки тренда во вторых здесь же уровень фибоначчи проходит то есть в этой области мы в принципе можем ожидать что если сюда цена опустится то вот отсюда она может начать рост вверх медленный очень медленный вот макди показывает что достигнута очень сильная перепроданность и при том что пока все индикаторы остаются в росте в зоне роста из этой перепроданности возможно так сказать продолжение роста вот просто еще раз я сейчас останавливаться не буду рассмотрите потом повнимательнее все вот еще один пример как важно строить вот эти ценовые коридоры до начала торгового дня и по ним можно четко торговать внутри дня достижение вот линии пересечения нескольких коридоров команда на выход и наоборот линии пересечения поддержки команда снова на открытие длинных позиций 10-ти минутный график вот на 10-ти минутном графике я хочу обратить внимание на вот формирование вот этого кратковременного по крайне пока что нисходящего ценового коридора тут его трудно однозначно скажем так пока назвать ценовым коридором потому что мы не видим достаточного количества минимумов и максимумов но обратите внимание на вот этот внутридневной краткосрочный симметричный треугольник вот он сформировавшийся вот здесь если он будет пробит то вспомните как определяется его ценовая цель вот это вот высота этого треугольника или ширина его основания тот уровень на который цена может подскочить после пробития треугольника вот эти точки очень важны потому что мы видим что здесь пересечения сразу нескольких периодов фибоначчи не совпадают в этих точках и линии поддержки тренда они они важны для того для так сказать готовности в этих приближении к этим точкам нужно быть так сказать готовым к тому что либо рынок отскочит от этой линии поддержки пойдет резко вверх потому что здесь должно быть сильное движение и еще одна точка если рынок продолжит снижение внутри этого коридора он может завершить коррекцию вот на этой линии поддержки обратите внимание здесь также проходят несколько периодов фибоначчи и одновременно уровни фибоначчи здесь близки то есть как бы все то что говорит о том что вот в этих точках возможны сильные движения рынка и изменения его направления ну это опять же пример более такой краткосрочный на основе графика рынка и ценовые коридоры вот пожалуй этот график как бы заставляет внимательнее посмотреть что здесь может происходить на рынке мы видим что индекс в краткосрочной так сказать перспективе как он двигался от нижней границы к верхней от верхней снова к нижней вот он достигает еще раз верхней границы и здесь очень очень важно потому что во первых он при этом формирует и новый коридор вот вот такой вот скажем так формирует коридор вот но при этом если так сказать такая тенденция продолжится то мы можем увидеть продолжение коррекции до этой линии поддержки обратите внимание что самое главное самый главный скажем так признак я уже говорил где будет следующий максимум будет ли он выше вот этого максимума это означает что мы имеем дело с продолжением тренда и скорее всего вот в том канале который я сейчас показал либо аналогичная вот коррекция до достижения вот этой линии поддержки этого коридора пока как мы видим десятиминутные графики медленно его индикаторы остаются в зоне роста а более быстрые уже так сказать скажем так выпустили пар и начинает разворачиваться вверх ну вот обратим внимание вот на эту картину эта картина тоже очень важно мы сейчас переходим к вот к обычным трем графиком индекса волатильности которые показывают как начинает меняться настроение трейдеров пока пока они указывают на то что настроение по-прежнему очень сильно бычье мы видим как индекс упал практически до своего минимума и минимум который держался в течение многих месяцев но обратите внимание на то что происходит вот в этой области мы видим во первых вот эти две свечи которые формировались в среду и в четверг а индекс опускается ниже нижней полосы боллинжера закрывается выше вот эти две свечи которые формируют пинцет они могут говорить о том что индекс может пойти вверх вверх и попытаться пробить вот этот сформировавшийся уже бычий клин обратите внимание на то что формирование бычьего клина фактически сопровождается формированием положительного расхождения пока пока все остается в сильной перепроданности что говорит о сильных бычьих настроениях на рынке и мы можем в лучшем случае увидеть сейчас вот такие вот колебания этого индекса которые указывают на то что будет происходить какая-то консолидация в данной области сможет пробить индекс вот эту линию линию сопротивления этого медвежьего и мы можем увидеть сильные падения рынка но пока скажем так пока все остается вот в такой области когда мы можем просто говорить о колебаниях и консолидации на внутридневных графиках мы можем отметить эти точки где могут в ближайшее время происходить какие-то сильные колебания мы видим что по-прежнему внутридневной график находится внутри нисходящего ценового коридора если вы обратите внимание на то что обратите внимание что и ценовой коридор построенный для индекса волатильности является хорошим так сказать вспомогательным инструментом для определения точек открытия и закрытия длинных позиций в целом вот мы видим что первая такая точка где может быть какое-то движение сильное движение индекса это начало понедельника и есть две точки которые попадают на уже начало февраля второго и третьего числа мы пока не рассматриваем просто более длинные более долгосрочные перспективы надо обратить внимание как индекс будет продолжать колебаться внутри вот этого сужающегося ценового коридора который одновременно формирует и внутридневной медвежий клин медвежий я подчеркиваю для индекса то есть фактически ой я извиняюсь он медвежий для рынка бычий для так сказать индекса кратковременно вот очень кратковременная тенденция его как раз начинает показывать что мы можем ожидать какого-то подъема возможно кратковременного в ближайший вот начале торгового дня но пока пока если мы говорим о кратковременной тенденции то вот у него есть все зависит конечно от того на как мы вот двигаем и какую точку берем за точку отсчета периода фибоначчи но вот на границе завтрашнего торгового дня мы можем ожидать каких-то колебаний рынка в целом вот обратите внимание что краткосрочная тенденция как раз указывает на возможность краткосрочного роста то есть возможен подскок возможен подскок индекса и одновременно снижение рынка на открытии и дальше мы должны следить как этот процесс будет развиваться вот внутри этого ценового коридора пока я еще раз хочу подчеркнуть что как бы закрывая тему рынка в целом рынок остановился в очень важной точке вот эта линия сопротивления которая проходит через максимум восьмого года точнее конца фактически седьмого года и максимум прошлого года она очень очень важна для рынка фактически рынок находясь в перекупленности на данном этапе будет формировать что-то вроде фигур консолидации и то в какую сторону и как этот процесс будет идти он очень важен если это ограничиться консолидацией то фигура консолидации либо вот симметричный треугольник либо бычий клин будет пробит и мы увидим следующий очень сильный такой период роста но пока вот эта линия сопротивления не пробита мы остаемся в предположении что рынок находится в медвежьей фазе как только она будет пробита мы планируем специально так сказать провести вебинар и с целью спрогнозировать более точно куда рынок может расти потому что когда мы говорим о снижении прогнозировать его гораздо проще мы видим всегда линии поддержки мы видим мы можем строить уровни фибоначчи которые будут указывать нам на те точки где рынок будет останавливаться вот говоря о росте это несколько сложнее потому что у нас там нет никаких точек отсчета и только вот методы прогнозирования по так сказать пробитым треугольником могут нам дать какой-то намек куда рынок может двигаться где вернее он может остановиться и начать очередную коррекцию коррекцию или разворот вот но сейчас о валютах я этот эту тему наверное так сказать относительно коротко пройду по ней графики вы в любом случае потом сможете посмотреть сами потому что я хочу и рассмотреть еще несколько графиков акций просто хочу обратить внимание вот на ваше вот на что евро перешло в рост и мы видим что этот рост пока нет так сказать явного признака остановки где он может остановиться вот я красными кружками указан на дневном графике первой потенциальной точки его остановки в том случае если он развернется раньше не дойдя вот до линии вот этой линии сопротивления этого ценового канала но вне зависимости от того где у нас как он растет пока он не дошел до этой линии ценового канала и не пробил ее мы исходим из предположения что евро находится в целом в нисходящей тенденции и соответственно это говорит о сохранении восходящей тенденции для доллара кратковременно если мы говорим о кратковременных тенденциях мы видим что евро формирует вот такой очень узкий внутридневно восходящий ценовой канал и при этом уже находится в перекупленности но как мы знаем что перекупленность может продолжаться в отличие от перепроданности когда оптимизм всегда вытаскивает очень быстро из перепроданности по крайней и такими скачками в перекупленности любая валюта и любой ценная бумага может находиться достаточно долго обратите внимание на вот важность первых чисел февраля здесь совпадает несколько периодов фибоначчи и в эти дни мы можем увидеть сильные колебания евро пока пока вот все находится в этом ценовом коридоре и без явных таких признаков разворота хотя мы можем указать вот на что вот мы видим формирование такого возможно возможно формирование клина сопровождающиеся отрицательным расхождением но оно не подтверждается это расхождение на МАГДИ поэтому мы не утверждаем что евро вот приближается к остановке мы видим что и на 10-минутном графике евро очень накапливает бычью что ли силу он МАГДИ находится достаточно высоко и в целом вот ну и как сформировался этот ценовой канал внутри которого он может продолжать расти еще очень долго и все стахастики и осцилляторы показывают показывают что евро остается вот в этой восходящей тенденции ну и в полная противоположность евро доллар соответственно мы видим абсолютно симметрично снижается и пока все индикаторы указывают на то что доллар должен продолжать снижаться как минимум достигнуть вот этой сиреневой штриховой линии как линии поддержки коридора вторая у него точка это линия это синяя линия поддержки коридора причем пока вот эта точка не пробита мы говорим опять же доллар находится в тенденции к росту но как мы видели вот эта низкая инфляция которая говорит о том что и собственно то что было сказано в решении федерального комитета о том что доллар останется дешевым его будут удешевлять до четырнадцатого года поэтому тенденция вот эта тенденция доллара к росту может быть и изменена вот ну и если мы пытаемся прогнозировать где доллар может остановиться в краткосрочной перспективе вот те же точки мы видим которые мы указывали на графике евро и дальше если мы говорим о другой тенденции вот еще область где совпадают периоды фибоначи с уровнями фибоначи и ценовым коридором обратите внимание на совпадение периода фибоначи в районе 13 февраля с точками где могут происходить изменения и индексов там аналогичное совпадение мы видим не исключено не исключено что доллар может продолжать снижаться до этой точки и здесь может произойти разворот вот я просто из-за нехватки времени пропущу графики золота хотя сейчас говорят о том что золото может подняться и начать расти пока графики как мы видим показывают что золото достигло точки в которой мы можем на самом деле ожидать разворота здесь пересечения и нескольких линий сопротивления и нескольких периодов фибоначи мы это четко видим и на внутридневном графике в плюс сильная перекупленность то есть есть большая вероятность того что золото как раз вот в этой точке может остановиться а нефть нефть пока находится вот в этой тенденции как ни странно тенденции к снижению несмотря на все политические потрясения связанные с нефтью мы видим что вот в результате роста сформировалось отрицательное расхождение нефть пробила медвежий клин и вот перешла в зону снижения пока она находится как бы в самом начале вот этой фазы не исключено еще возможно какие-то подъемы до тестирования пробитой линии сопротивления медвежьего клина но вот обратите внимание как она ведет себя на внутридневных графиках вот внутридневной график как раз говорит о том что что у нефти есть потенциал вот такой коррекции как я сказал до поддержки до пробитой линии поддержки которая в общем то сейчас станет линией сопротивления вот этот кратковременный десятиминутный бычий клин он при одновременном формировании положительного расхождения как раз говорит о том что нефти может совершить эту коррекцию о которой я только что говорил вот а сейчас я хочу более более интересные может быть более практичные вещи рассмотреть это акции которые формируют признаки разворота обратите внимание вот я буду еще напишу тикеры этих акций если кто-то параллельно хочет обратите внимание как акция вела себя продолжительное снижение формирование мы видим формировался вот этот вот бычий клин с положительным расхождением клин был пробит очень хорошо был пробит почти в два раза он подскакивает и снова формируется фигура консолидации бычья фигура бычий клин ну его можно нарисовать вот так получится бычий флаг этот бычий флаг мы видим фактически пробивается и поскольку обратите внимание все индикаторы указывают на то что акции находятся по-прежнему в зоне роста у нее хороший потенциал для такой вот краткосрочной торговли у нее она может совершить подъем до как минимум вот этой линии сопротивления синей мы можем построить несколько горизонтальных линий сопротивления вот обратите внимание у нее примерно вот здесь линия сопротивления а это практически 30% от сегодняшней цены и такая можно сказать промежуточная линия сопротивления вот на уровне двухсотдневной средней в любом случае у нее хороший потенциал кратковременного роста вот еще одна акция обратите внимание также находится уже в зоне роста у нее немного другая хотя и похожая тенденция что ли процесс формирования вот этого разворота мы видим вот сформировался бычий клин здесь было сформировано фактически двойное положительное расхождение бычий клин пробивается подскоки сильно он пробивается большие объемы на росте уже был сформирован вот здесь маленький такой гораздо меньше симметричный треугольник который также был пробит вот указанные здесь уровни фибоначи показывают ближайшие ценовые цели и как мне кажется наиболее такая серьезная ценовая цель это вот вот стопроцентный уровень фибоначи он совпадает с довольно сильным сопротивлением поддержкой вот примерно в этой области и сюда же может прийти двухсотдневная средняя то есть вот в этой точке у него может быть остановка роста но обратите внимание что здесь очень хороший процент такой рост может дать опять это очень хороший кандидат вот на такую краткосрочную торговлю речь не идет когда мы говорим об этих акциях речь не идет о том чтобы купить и держать долго мы вот в нашей так сказать в нашей концепции именно торговли рассматриваем краткосрочные операции то есть купить поддержать пока цена достигнет вот ценового какой-то ценовой цели и продать и покупать искать следующие акции вот здесь эта акция немножко так сказать с вопросительным знаком обратите внимание она уже фактически достигла вот такой ценовой цели обратите внимание что это именно такая цель о которой я говорил рассматриваю предыдущую акцию когда совпадают линии сопротивления поддержки и двухсотдневная средняя но мы видим что какая фигура здесь сформировалась здесь формировался восходящий треугольник пробой такого треугольника это начало вот новой фазы роста разумеется нужно просто внимательно следить за такой акцией и не исключен как раз вариант что она совершит вот такую траекторию и оттолкнувшись от этой линии сопротивления перейдет в рост но возможно что она формирует сейчас я примерно такой коридор нарисую не очень точно так вот примерно вот скажем вот такой коридор куда может верхняя граница которого это вот те ценовые цели которые можно поставить торгуя этой акции так это была у нас вот эта акция и еще одна акция которая как кажется формирует очень похожую картину и здесь мы можем увидеть так что то формирование одновременно формирование ценового коридора обратите внимание что здесь фактически вот пример как бы предыдущей акции как она себя вела вот эта линия сопротивления и от восходящий треугольник фактически достигнут консолидации все время наколеблется у верхней границы этого треугольника и после этого происходит пробой после такого пробоя очень часто акция пускается как бы тестирует пробитую линию сопротивления она теперь становится линией поддержки и она может после этого перейти в дальнейший рост какая цель ценовая я бы ее поставил вот на уровне прежде всего вот здесь обратите внимание что вот что здесь происходит все пересекаются уровни фибоначчи двухсотдневные средние и вот такая потенциальная это линия сопротивления восходящего коридора такая точка всегда является логичной точкой остановки так что-то я не вижу а это акция акция с вот таким вот скромным именем вот на сегодня у меня все если 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 то предположение что рынок после консолидации вблизи это линии сопротивления я сейчас пожалуй вернусь еще к ней чтобы напомнить о какой именно линии сопротивления мы говорим так где у нас тот график вот это красная многолетняя линия сопротивления если эта линия будет пробита то мы проведем специальный вебинар посвященный именно по прогнозированию до какого уровня может подняться рынок и сколько времени этот рост может продолжаться и одновременно так сказать пересчитаем прогнозы по во первых по всем основным секторам во вторых по основным валютам и основным наиболее важным коммодитис возможно мы к этому анализу добавим не только к обычному анализу нефти и золото добавим анализы таких коммодитис как скажем пшеница и к валютам добавим и другие валюты такие как скажем канадский доллар австралийский доллар то есть дадим более широкий вебинар посвящен именно перспективе по крайней мере на ближайшие наверное полгода вот на сегодня у меня все кстати наш сайт наши ребята восстановили после того как кто-то там похулиганил вот я надеюсь что будет продолжать работать так сказать нормально и дальше на сайте как только на это самое я сделаю клип и закачаю его на сайте поставим ссылку чтобы вы могли посмотреть и еще раз так сказать вернуться к вебинару вот я сейчас его уже рассинхронизирую и вы можете сами просто так сказать его еще раз вернуться к этим графиком проанализировать их вот я пока в принципе можно было бы добавить опцию так сказать рисовать на этих графиках но я боюсь что если каждый кто будет заходить будет рисовать там просто ничего уже невозможно будет увидеть на них вот поэтому вот вам просто придется так сказать мысленно как бы рисовать вот спасибо большое всем за внимание вот всего всего еще раз всем доброго хорошей всем недели успешной недели до следующей встречи через неделю как бы если все нормально то как обычно следующее воскресенье в это же время вот до следующей встречи не знаю не знаю Продолжение следует...